В администрации Амурского района состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом в следующем материале. Заседание очередного оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции прошло в правительстве Хабаровского края. Его провел заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Темпы распространения COVID-19 нарастают. Участники штаба поддержали предложение распотребнадзора вернуться к ограничителям мероприятия. В начале июня 2021 года в России резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса. Рост количества заболевших фиксируется во всех регионах. В нашем Амурском районе находятся четверо заболевших коронавирусом. Главной мерой профилактики остается вакцина. На сегодня в Амурском районе привито более 4000 человек. В Центральной библиотеке расположен выездной прививочный кабинет по вакцинации против коронавирусной инфекции до 1 июля. По улице Проспект Комсомольский, 13, Межпоселенческая центральная библиотека имени Выборова. Режим работы понедельник по пятницу с 15 до 18 на 0, суббота с 10 до 13.00. Далее с 1 по 31 июля в торговом центре Ленкор на третьем этаже будет работать выездной прививочный кабинет по вакцине против коронавирусной инфекции. Режим работы с понедельника по пятницу с 15 до 18 на 0, субботу с 10 до 13 часов. Прививки доступны всем. При себе необходимо иметь паспорт. Это самый надежный и безопасный способ избежать тяжелых осложнений COVID-19 и не стать пациентом красной зоны. У нас в районе проживает 44 500 человек, подлежит вакцинации 60%. То есть мы с вами должны пройти вакцинацию 26 000 человек. То есть взрослого населения. В РИО губернатор окрая Михаил Дегтярев подписал несколько постановлений, которые вводят новые ограничительные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. Документом все сотрудники в возрасте 65 лет и старше, а также беременные женщины переводятся на дистанционный режим работы. Требования не распространяются лишь на руководителей и сотрудников, нахождение которой на рабочей месте является критическим важным для обеспечения функционирования предприятий и организации. Также в документе отмечено, что из указанных категорий граждан продолжать работу в обычном режиме смогут работники, прошедшие вакцинацию от COVID-19, имеющие подтверждающие документы и сертификат о прививке. Его можно распечатать в личном кабинете с сайта госуслуги. Также под ограничения попали культурно-массовые и спортивные мероприятия до 100 человек и заполняемости кинотеатров, культурных и досуговых учреждений до 75% наполняемости средительных залов. Основные правила профилактики новой коронавирусной инфекции. Первое правило. Часто мойте руки с мылом. Второе. Соблюдайте расстояние и этикет. Третье. Ведите здоровый образ жизни. Четвертое. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски. Берегите себя и близких.